Это несколько именно уже выражение и понимание под ним несколько шире рассматривается, когда ты регулярно идешь и боишься по-другому сделать. То есть регулярно ведешься на вот этот каприз и следуешь ему. Тогда ты, да, ты на поводу каприза ходишь. Но порой бывает, требуется же делать шаг навстречу в зависимости от обстоятельств, от того, насколько человек мог уставшим оказаться. И где сил его собственных не хватит, он может сорваться. Ты шагнул навстречу, ну ладно, позволил мягче пройти эту острую ситуацию. Но дальше смотри, потому что регулярно нельзя, конечно, этому поддаваться. Потому что в какой-то момент это должно оказаться и поучительным. Но раз осталось, так какая претензия, значит ты все могла сделать. Значит ты знал, для чего ты остаешься. Или ты осталось, чтобы ворочать бревно, которое понимаешь, что ты не свернешь. Но для того ворочать, чтобы потом всех ругать, потому что они не помогали. Нет, а то, чтобы она не рассталась, потому что она как бы потом поговорила мне, что у меня хорошо было бы, что ты остался. Если я пошел, она потом ругала, о, бросили меня, это самое. Хотя никто не бросал, ей же бросили бы, если бы тихонечко все поговорили, а, ну ладно, она работает, а, пускай работала, ладно, побежали бы, стоят угроза. Быстренько все туда, раз, и нету она, раз, раз, нет никого. Три раза проговорили, и что, ну как-то, все. Тогда если все уходят, а она там сломала ногу, это нормально, никто не виноват. Ты, может, она была, ну сломала ногу, ничего, сейчас склеим. Спасибо. Ну, это, конечно, надо уметь еще сделать, а то следом у тебя сломается что-нибудь. Учитель.